Играет музыка Итак, расскажем известные факты, конечно, о малоизвестном в официальной историографии, но в определенных кругах довольно-таки всегда цитируемым, историки и монахи, аббати, Мауро, Мауро, Орбини. Родовой имени, наверное, Орбинич, то бишь происходил он из славян балканских. Родился он в Дубровнике, бывшей Рагузе, ныне это Хорватия, в 1550 году и умер в 1614. Далматинский священник из Дубровицкой республики, родоначальник исторической науки славянской, выразитель идеи единства славянского мира и был монахом Бенедиктинского монастыря на острове Млет. А в последнее вот и Аббатен, автор книги «Славянское царство», изданная в Пезаро в 1601 году на итальянском языке, в которой пытался дать историю всех славянских народов. Причем к славянам Орбини причислил древних эллиров, вандалов, готов, гетов, гипидов, аланов, аваров и других. Кроме того, Орбини полагал, что от славян произошли многие европейские народы. Шведы, финны, готы, даки, норманы, бургунцы, бретонцы и так далее. Итак, что же мы еще знаем о Марко Орбини, Орбинищи? Орбини гордится подвигами славян, что указывает на его вероятное происхождение, и оно действительно таковым и было. Он самый славян. Их величием и могуществом он гордится совершенно искренне и рассказывает о распространении славян, о изобретении славянской письменности, о древней истории чехов, поляков, палабян, русинов и особенно южных славян. Ну, ты как сам был из таковых. В качестве источника в Орбини пользуются также и русскими летописями, которые до нас не дошли. Калли Махам, Кромером, Варшевицким, Гайкам, Дубравским, а также византийскими, немецкими и венецианскими сочинениями. Нам трудно судить и о их качестве, и о их действительном содержании, так как большая часть их до нас не дошла, а если и дошла, то уже довольно-таки сильно цензурированная. В своем труде он также привел перевод сербской хроники XII века, летопись Попа Дуклянина, которая таким путем стала доступна историкам, именно из Марка Орбини. В конце книги Орбини привел внушительный список источников, которым пользовался, в частности, в библиотеке князя Дурбина Пизарского. Ссылается он по ряду сведений на загадочные московские анналы якобы 1227 года некого Еремея и Еремии русского. По-итальянски он пишет «Геремия руссо». Так, с этой ссылкой Орбини утверждает, что древние анты поклонялись некому якобогу, а аланы приносили жертвы Марсу. Но это, опять же, скорее всего, латинские, или, так сказать, транскрипции тех богов. Описывает он и налоговую систему антов, утверждая, что аланы были фактически сарматского происхождения и происходили с Северного Кавказа, распространив свой ареал от Нижнего Днепра до Южного Урала. Но лист вселения это произошло до прихода гуна в славянские земли, а римские и дунайские провинции – и также на остальную Европу. Из всего, что доступно, отметим, что история славян изобилит историческими сюжетами. Благодаря своей историчности содержания книга Орбини сыграла роль, как считается, в становлении национального самосознания южных славян. По личному повелению царя Петра I книга была переведена, правда, с сокращениями. Вероятно, с некоторыми изменениями на русский язык с названием «Историография початия имени славы и расширения народа славянского и их царей и владетелей под многими именами и со всякими царствиями, королевствами и провинциями» Собрана из многих книг исторических через господина Мавро Урбина Архимандрита Рогужского. Издана была небыто в 1722 году. Книга, можно сказать, библиографическая редкость, хотя, кто его знает, где она истинна, а где она основательно переписана и дополнена в нужном немецко-англосаксонском духе. Процитируем еще немного и из энциклопедии Брагауза и Фрона, но, как увидим, абсолютно ничего она нам не добавит. Пишут, что Арбини Арбинич Мавро, югославянский историк, родился в 16 веке на острове Малетти, рано вступил в Бенегдинский орден, был аббатом. Конечно, рассчитывать на какие-то большие сведения о самом Мавро Альбини не приходится. И вообще, его книга стала фактически самой сенсационной книгой века нашего даже, потому что она была, по сути-то, запрещена и утайнена. Хотя, впервые была издана в 1601 году в Италии, но и сразу же последовала, как вы уже поняли, мы сообщали, высший коротко череда скандалов, связанных с ней. Против книги ополчилась традиционная история, а за нею и католическая церковь, которые уже утвердили свою парадигму скалегеровско-питариусскую. На, ложили печать демона и дьявола на историю нашего земли. Мы думаем, что все это все-таки произошло во второй половине XIX века. А книги можно только рассуждать. Хотя, уверены мы, что сохранившееся и доставшееся нам тоже уже значительно подкорректировано, и все наиболее крамольно и наиболее правдиво из нее убрано. Но даже и то, что осталось, вызывает много интересных размышлений по поводу правды и лжи нашей бывшей нам, преподанной врагами истории. Еще раз только упомянем о источниках, которым Арбини пользовался. Это и русские летописи, и Калимах, и Кромер, и Варшавицкий, и Гайком, и Дубравский, а также византийские, немецкие, венцианские сочинения, которые, естественно, тоже не все дошли до нас. А если и дошли, то современная их транскрипция и описательство вызывает еще большие вопросы и сомнения. А вот, например, сербская хроника XII века, летопись Папа Дуклянина, которая стала доступна историкам. В конце книги Арбини привел внушительный список своих источников, в частности, из библиотеки князя Дурбина-Пизарского. Ссылается он и на загадочные московские анналы, якобы в 1227 году. Иеремия, Иеремия русский, итальянская Джеремио руссо, уничтожены, скорее всего, романовыми, и нам они тоже недоступны ныне. Так с этой ссылки Арбини утверждает, что древние анты поклонялись некому якобогу, а аланы приносили жертву Марсу. Описывает налогую систему антов, утверждает, что аланы фактически были сарматского происхождения и происходили с Северного Кавказа, распространив свой ареал от Нижнего Днепра до Южного Урала. Но расселение это произошло до прихода гуннов в славянские страны, римские провинции и остальную Европу. Скорее всего, мы думаем, что аланы путут народы, которые под этим именем выведены Арбини, это предки многих народов европейских, которые после катаклизма и убереглись на вершинах Кавказа, и спустившись, дали основы европейской цивилизации. Аланы эти, скорее всего, были единого с тюрками и славянами корня. Папский аббат Мавры Арбини написал в своей стеографии «Русский народ является самым древним на земле народом, от которого произошли все остальные народы». Не кажется ли вам здесь повтор у Геродота, который, наверное, так же мог написать, но он там написал «Скифы» и «Скифов»? Египтяне некие Солону сказали, что они древнее самих, самого Египта. Скорее всего, именно так и надо было писать о русах, а не о скифах. Но не будем тут корректировать этого великого и правдивого в некоторой степени историка. И далее он пишет. Как говорится, все нас приводит и к Великой Тартарии, и не важно, что не совпадают названия, имена, правителей. Все, естественно, подтверждает единый корень и действительно единство того великого народного, может даже и многонационального, как пишут некоторые исследователи тартарского прошлого, как Кадыгчанский и прочего, но которые именно такими вот и владели землями, которые перечислил Мавро Арбини. В Москве в исторической библиотеке в отделе редких книг хранятся шесть экземпляров книги, изданной в Петербурге в 1722 году Арбини Мавро Маура. Книга «История, графия, початие, имени, славы и расширение народа славянского» собрана из многих книг исторических через господина Мауру Урбина Архимандрита Рагужского, переведена с итальянского на русский язык и напечатана в Санкт-Петербургской типографии 1722 августа в 20-й день. Как видите, а вот даже это, пусть это и позже сделанное, но оно не использовалось немцами, которые писали нам историю. Запад в лице немцев, гласосонской теории, в течение многих веков вел информационную войну против Тартарии и российской провинции ее, и масса очень важных русских исторических документов осели в Ватикане. Книга была переведена на русский лишь в 1722 году, а дальше и не издавалась не случайно. Ведь в истории в первые два века в те времена была еще не забытая силе славянского оружия, многие монархи еще помнили. Кроме того, Петербургской академии наук тогда еще не существовала, и нормандская теория, которую нам всучили немецкие истории. В России хоть и не доминировала, но уже не позволяла открыть правды. Позже эту книгу в России уже не издавали по другим причинам. Историографическая война ведется давно. Основная мысль Бини в начале книги звучит так. Одни воевали, а другие писали историю. Вот и понаписывали всякой мерзости. Ватикан уничтожал или прятал сочинения тех самых авторов, на которых ссылался Арбини. Мы так думаем, потому что его перечень сочинений практически отсутствует в реальности. По тому, его обзор для нас как бы повисает в воздухе. Мы таких авторов не знаем. У нас нет подтверждений. Зато Мавра Арбини показал нам наглядно примеры уничтожения исторических источников. Эта история во многом повторила деятельность всех фарисеев, всех религий и всех народов, которые уничтожают и сжигают исторические источники, когда хотят утвердить свою лживую правду, свою мнимую и неправдивую историю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok